В Бобруйск с рабочим визитом прибыл премьер-министр Беларуси. Первый в списке Бобруйск-Громаш. Здесь Роман Головченко ознакомился с производственным потенциалом предприятия, посетил цеха и выставку техники. Следующей по программе стала типография имени Непогодина. Накануне спасатели боролись со стихией в деревне Двор Горбацевича. Сотрудников МЧС вызвал сын хозяйки дома. До приезда огнеборцев мужчина вынес маму из горящего дома на улицу. Однако бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. Причина пожара устанавливается. Тем временем МЧС напоминает – не перекаливайте печь, помните, что топить ее более двух часов подряд нельзя. Из Китая в Беларусь направлено 100 тысяч доз вакцины против коронавируса. Самолет с грузом вылетел из Пекина в Минск. Препарат разработала китайская компания «Синофарм». В ходе испытаний она показала эффективность почти 80%. Кроме Китая, эту вакцину одобрили к использованию более чем в десяти странах мира. ПЦР-тесты на COVID-19 в национальном аэропорту Минск смогут сдать не всем, а только пассажиры, которые следуют воздушным транспортом при предъявлении билета или посадочного талона. Время проведения исследования – 2 часа 40 минут. Результаты ПЦР-тестирования выдаются в бумажном виде на английском языке и подходят для выезда за пределы Беларуси. В Беларуси на реабилитацию после коронавируса стали принимать россиян. Их поток вырос, когда между странами возобновилось железнодорожное сообщение. Специальные программы есть в 40 санаториях по всей республике. Для пожилых людей предусмотрены льготы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова